Девушки отдыхают Дворец Хочу верить Венеция не утонет Пока всего лишь лужится, щелкнуться не страшно Но он к вечернему приливу всегда на рабочем месте Владелец старейшего в Европе 700-летнего отеля За престижность расположения в самом выигрышном месте города Почти на центральной площади Сан-Марко Платит неустанной работой насосов Сан-Марко еще и самое низкое место на острове И пребывающая вода Эти холлы накрывает первее всего Тут вода, когда уровень меньше метра Тут, когда метр десять А тут, когда выше На этой последней отметке не спасают уже даже насосы Которые, видите, вон в тех люках у нас Гостиничная антиводная армия Заград отряды из железных пластин Они въезжают в эти же лобки у входа Шесть насосов и оборонительная система полов Сознательно на разных уровнях Чтоб если подтопят, то не все разом Видите, это новый мрамор Мы его только поменяли Смотрите, как море съедает его Гвида все тревожится Весь бизнес на этой воде И как бы не вышло, что он станет вилами писан Люди бронируют отель Потом по телевизору говорят, что идет вода И не сообщают, сколько, много, мало Людям кажется, что все, потоп И отменяют бронь на номерах Мы теряем деньги Тех, кто теряет больше, чем находит Вода давно смыла Тысячелетия назад венецианский правитель Вел обряд обручения с морем В том ритуале каждый новый дождь Что-то вроде венецианского президента Говорил Мы венчаемся с тобой, о море В знак вечного над тобой господства В ушедшем веке море показало У кого на самом деле власть В ноябре 1966 года Случился венецианский апокалипсис Девятибальный шторм подарил море воды На два метра выше обычного Посрамив тогдашнюю оборону от наводнений Привительские дамбочки Из мешков с песком Тогда говорили, что так распогодится Может только раз в два века Но с той поры программа погоды Как переключилась И топить стало чаще Не разбираясь в причинах Отчего вдруг в этом тупике Адриатики Стало так полноводно Ссылались и на глобальное потепление И на перегруженность Венецианской лагуны лайнерами Поняли Если не решиться на суперсистему защиты Город в конец Либо затопит Либо рухнет И по ногам пошел легкий зуд Звенящие полы пустого теперь дворца Называют террасами Они построены так Чтобы поддаваться волнению воды под ними Только когда вода чересчур заволновалась Дом стал опасен Видите, что с полом происходит здесь? Он сам пошел волнами И это типичная для города картина Эта бригада то ли строителей То ли спасателей Дознается, сколько зданий еще простоит Туристическая примета Италии Горячая от солнца осколок старой штукатурки Для местных Нервная боль в терминах ЖКХ Недосколотая плитка кухни Последний след Ушедший отсюда жизнь А что это за трещина? Они обнажились сейчас Но на самом деле дом с ними уже строили Чтобы стенки не трещали А слегка поддавались воде Видишь, трещины и тут Ага, и на полу Но почему? Двигается Все здание движения Это уже вода лагуны Посмотрите, она уже на уровне пола Они думают залатать Сочинить барьеры, защиты Но их бунт против воды, похоже, заранее подавлен Как и все дома в Венеции Этот только на вид такой тяжелый Каменный На самом деле кирпич, штукатурка и деревянные, самые легкие перегородки Но даже это слишком тяжело для воды Этот город держит, кажется, только она Венецианский фундамент, похоже, самая вызывающая инженерная задумка Средневековья Как было в ту пору, без особых еще технологических отметин Устроить город на воде Укрепить слабую подводную почву Может выйдет понять, погрузившись в венку этого города Канал Но делать это настрого запрещено Поэтому единственное, что сделаем, это Пустим в эту венку иголочку В подводную камеру И разгадаем замысел Венецианских строителей Хочу верить Дальше Как умирает самый красивый город на Земле И сумеет ли он выжить Борьба с глобальным потеплением И самая большая спасательная операция на планете Венеция не утонет Хочу верить Венецианские каналы только на солнце отдают этой водорослевой изумрудинкой В этой воде на самом деле вся городская канализация Стоки всех домов теперь, как и столетиями до того, вонзаются в эту воду Чтобы на таком строить, в почву вбивали колья из лиственницы Единственное дерево, столетиями не гниющее в воде Но ни в одном канале В прочности этих венецианских ножек Не удостоверится От земли глухая стена Сваи не видны, потому что они внутри, в земле А та часть, что выглядывает, закрыта стеной, отделяющей каналы Но воду, конечно, эта стена не держит И она рвется в подвалы домов Их натыканы здесь, под землей и под водой, больше миллиона столбов Это утопия, сродни Петровскому Петербургу построить город не на земле Венеция вся, со дня своего основания, будто против законов тяготения Необузданность роскоши того, что над водой Вполне сродни необузданности подводных замыслов Первых венецианских градостроителей Говорят, северная Венеция, Петербург, стоит на костях Южная Венеция на столбах Но чтобы такое сотворить, и правда, костьми надо лечь До десяти свай на квадратный метр Поверх них деревянные платформы И уже на них дома Так дом движется от приливов и отливов 300 лет назад этот дворец был лечебницей проституток Свободная республика Венеции дорожила и своими свободными нравами И этих дам лечили, как достойнейших горожанок Высокие окна, чтобы упостоялись хотя бы на время излечения Не было соблазна опасных связей 15 лет назад отсюда выехали последние квартиранты Ремонтировать дом стали только теперь Пока в море задумывают мощнейшие в мире перегородки от воды На то, что надо спасать Денег не остается В открыточных панорамах еще можно гулять, не жить Венецианское «Понаехали» — это радостное приветствие в пустеющем городе Потребитель красивой жизни Леодольче Виты Тут только заезжий интурист Местные жители, те, что еще остались, поглядывают на материк Это частикилометровый мост, отделяющий остров Венецию от материка Называется «Понте-Либерта» — мост свободы Вроде в память о том, как еще в IV веке оттуда на острова Убегал, спасался от воровских племен маленький народ Венеты Убежал и остался свободным Но теперь для местных жителей это Либерта скорее свобода от самой Венеции На той стороне бесцветные коробки венецианского пригорода Местра Так вот по средней математике два венецианца каждый день переезжают туда жить Перепись 1926 года говорила В Венеции живет 200 тысяч человек, а в маленьком Местре — 40 тысяч Через век все перевернулось 175 тысяч в Местре и не больше 70 в Венеции Вот видите, вся стена в грибке И ничего не поделаешь Это так, увы Отпечатки потопа — привычный рисунок венецианских стен И типографские рыбки с этого плаката в воде уже плавали Ну что ж тут поделаешь Это нормально, как у вас снег зимой Этот снег раньше всего видят здесь Венецианская метеостанция Спутники превращают Адриатику в цифры Сколько осадков, откуда ветер Если с моря, входи в боеготовность А когда начинается опасность? От какой цифры? Опасный уровень — это от 80 уже Но когда будет 65, на площади Сан-Марко появится лужа Сегодня вечером появится лужа? Да, вы правы Невидимый туристам венецианский светофор Желтый, оранжевый, красный — уровни опасности О которых горожанам перед каждым наводнением шлют СМС-ку Мы видим туриста на площади Сан-Марко Уровень воды на данный момент 80 сантиметров Далее идет 110 и 140 Вот это уже опасно Раскрашенная карта города Зеленым выкрашены улицы, которые не затопят Желтым — линии с проложенными мостиками Красным — там, где мостики даже не кладут Чтобы не уплыли в море Когда раскрашек не хватает, мэрия включает тревогу Вот, например, когда вода поднимается на 110 сантиметров Мы оповещаем таким образом Это метр десять Это только речь идет о поднятии воды А вот эти звуки говорят о том, насколько вода высока Вместе — это значит, что вообще дело плохо совсем, да? Значит, дело плохо 90% города затоплено Тогда мы пытаемся сохранить, спасти все это У нас есть большие столы И мы кладем всю мебель на них Это помогает, когда вода 130-140 сантиметров Когда вода доходит до 150-160 Уже ничего не сделаешь Он до сих пор хранит в гостинице Угрожающую отметку уровня воды 66-го года Но прошлогодний потоп почти ее догнал Сейчас там, где есть возможность Люди переезжают жить на второй этаж А первый мы превращаем в такую ванную для воды От тающих невдалеке альпийских ледников Уровень моря за половинку 20-го века Всполз на 10 сантиметров К концу нынешнего обещают еще полметра Тогда наводнением в Венеции станет даже ежевечерний прилив За последние 138 лет опасные наводнения Стали происходить в 13 раз чаще В конце 19-го века такое еще случалось раз-два в десятилетия Сейчас несколько раз в год Чем это объяснить? Скорее всего тем, что называют глобальным потеплением Это все вред от дел человека Эти дела не только прогрели воздух сверху, но и подкопались под Венецию снизу Воду для нефтеперерабатывающих и химических заводов материковых пригородов Венеции Качали из-под земли Когда воды там уже не оставалось, пустоты приседал город Вот этот индустриальный анализ родил Венеция отсюда с материка около века Как когда-то отсюда же грозили венетом варвары Единственное за всю историю Совсем недавно замеченное легкое поднятие почвы Венеции всего на 2 сантиметра Случилось как раз тогда, когда вот этой махине запретили откачивать под земную тресную воду Только от этого Венеция присела за вет на 13 сантиметров Так что выигранные едва они едва не спасают Запретив откачку грунтовых вод, в самом городе запаяли даже колодцы Теперь вода в Венецию несется из Альп по специально построенному акведуку Мэр закрыл вход в лагуну нефтяным танкерам и крупным лайнерам Создал спецзоны для гондол Ограничил частный извоз по воде и увеселительные катания по воскресеньям Но это все едва ли помогающий спасательный гарнир главному блюду венецианской операции Все сколько-нибудь убедительные средства спасения города Светились такой же сумасшедшинкой, как и сама Венеция Скоро уже 5 лет, как на входе в венецианскую лагуну реализуют самую амбициозную задумку последних веков Проект Моисей Видите, эта полоска суши отрезает Венецию и лагуну от Адриатики Замки для воды мы повесим на этих двух проходах вовнутрь Само название Моисея, оно с обнадеживающей верой в то, что этот Моисей Сродни библейскому, выведшему еврейский народ из египетского плена, выведет и Венецию из плена водного Эти квадраты – периметр здоровых бетонных блоков Они вырастут здесь еще через несколько лет и станут только платформой для стальных подушек, взлетающих по тревоге потопа Блоки вбурят в дно моря Подушки улягутся на них до той поры, пока не объявят акваальту – высокую воду По сигналу заполняющий подушки воздух поднимет их вверх и остановит на воде глухой изгруди Мы построим эти блоки на земле, потом поднимем краном и поставим их в воду Нам придется передвинуть 350 тысяч тонн – это как пятиэтажное здание Слушайте, невероятно Штаб-квартира Моисея в венецианском арсенале Походящий стенами на московский Кремль он всегда отвечал в этой республике за безопасность Их офис, как и сам Моисей, будто инкрустирован в среду, где его не ждут Рекламный фильмик о Моисее сложен под спокойную классическую скрипку Покрикивающие компьютерные чайки уверяют – все будет хорошо, все спасется Но к стройке несешься мимо выбрызганных на стену буковок «ноу-мозы» – нет Моисеев Этот размах не любится из-за растраты, не виданной для Европы в бюджет нескольких миллиардов евро Из-за угрозы экологии Но критики проекта ошибаются Мы даже останавливаем стройку раз в год, чтобы у птиц спокойно прошел брачный период в лагуне Смотрите, видите свай? Это мы укрепляем дно для нашей стройки, как делали венецианцы до нас Правда, у нас все серьезнее – мы в объем 1650 свай по 18 метров каждая Ну и что? Это стоит таких денег, но ведь Моисей едва поможет Теперь ему только и остается, что из своего маленького офиса вдалеке от Венеции огрызаться на проект-конкурент Моя идея, смотрите Вокруг Венеции мы просверлим 12 скважин глубиной 800 метров В эти скважины пустим воду из моря За 10 лет от поступившей под землю воды Венеция поднимется на 30 сантиметров Город спасен Но венецианцы, полагая, что так город все равно утонет, задумку Гамбалати держат за утопию Они не понимают, что Моисей бессилен, если уровень воды выше 110 сантиметров А так в Венеции было очень часто Смотрите, и так будет еще чаще Смотрите, это конструкция, чтобы делать забор воды от дождя и пускать ее по трубам Ведь что сейчас, что 50 лет назад пользоваться водой из лагуны очень опасно Но скоро, говорят, рядом с ней будет даже опасно жить От заводов на материке и быта горожан на острове По воде через Венецию уже проносится вся таблица Менделеева Когда построят Моисей, этот химический коктейль уже никуда, говорят, не уйдет Нынешняя главная очистительная система, приливы и отливы, перестанет работать Но опасаются, будто венецианский Моисей не напоит свой народ живой водой А скорее наоборот, отравит Про Венецию сейчас любят посочинять, будто здесь пованивает и вода несносно грязная Лучший способ увериться, это взять пробу Если вода и впрямь сплошь зараза, то перекрывающий приток свежей воды из моря проект Моисей превратит ее и вовсе в яд Хочу верить дальше Когда настанет смерть Венеции И отчего вода в ней уже мертвая Спасительный Моисей спасет Венеция не утонет Хочу верить Они уже скорее не химики, а алхимики Делают почти невозможное Ищут способ оживить умирающую воду Аппарат, похожий на кофемашину, выдает все содержимое этой водички Зеленоватый цвет от едва заметных водорослей Раз они еще здесь растут, значит и вода живая Вы поймите, Моисей это всего на несколько дней в году, когда грозит потоп Все остальное время проход для воды открыт И поверьте, она конечно не питьевая, но сносная Говорят, слово «газета» пришло из Венеции Так в лучшие времена Венецианской республики называлась монетка, за которую местные покупали листки с иностранными новостями Теперьшняя венецианская газета – календарь наводнений на год вперед Пока все вроде просчитано, а после нас – хоть потом К концу этого века уже, если темпы прироста воды не спадут Наводнения в 80 сантиметров, а сейчас они случаются 54 раза в году Станут случаться 549 раз А наводнения в 110 сантиметров сейчас не больше трех раз в году, а будут 129 Знаете, воды каждый год не убавляется, а наоборот Но все равно находятся такие туристы, кому это нравится У нас тут в холле постояльцы иногда очень любят походить в резиновых сапожках Может страх потерять Венецию, сродни синдрому Вавилонской башни В истории все, что слишком превозносило человека, от чего-то уничтожалось Так всякое предвидение катастрофы начинается с крушения новых идолов Небоскребов, ненужных технологических излишеств Венеция, похоже, последней из еще хоть как живущих таких старых идолов Рассказывают, будто это любимое кафе Гете И туристы это цитируют Когда-то венецианцы украли из Александрии мощь апостола Марка Привезли их вот в этот храм, и все, город снова зажил от толк гостей и паломников Может и толки о том, что она вот-вот и тонет Тоже только красивое рекламное предложение Отели полны туристами, увлеченных идеей, что самый непредставляемый на планете город Потому что даже внутри него не понимаешь, как это все может быть Вскоре и вправду останется только что представлять Хочу верить В следующей главе Он был первым композитором мира, но ему хотелось больше Кто и за что отравил Моцарта? Сальери или масоны? Скрытые знаки тайного общества В его последней опере и в надгробии на могиле Масоны, кто они? И отчего европейской звезде так хотелось быть членом братства? Следы преступления на родине композитора и в России Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok